Уважаемые друзья, добрый вечер. Я рад вас всем приветствовать в торговом доме Библио в Лобосе. Вместе со мной сегодня здесь присутствуют на нашей встрече Богдан Берковский, эксперт Музея Международного Нумизматического Клуба и кандидат исторических наук, автор книги «Августейший нумизмат» Алексей Николаевич. Предлагаю поприветствовать. Также сегодня здесь на нашей встрече в торговом доме Библио в Лобосе присутствуют сотрудники Музея Международного Нумизматического Клуба и у всех собравшихся есть уникальная возможность ознакомиться с экспозицией музея, которая здесь представлена в цифровом формате. У нас есть все технические средства для того, чтобы вас ознакомить именно с цифровой экспозицией музея. Также есть уникальная возможность сделать так называемую протирку монет практически тем же самым способом, которым пользовались нумизматы-коллекционеры в России почти 100 лет назад. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите к сотрудникам музея. Уверяю вас, это очень интересно и познавательно. Я возвращаюсь к нашему мероприятию. И первое слово, первый вопрос я хотел бы задать непосредственно Богдану Берковскому. Не так давно состоялось открытие выставки в Музее Международного Нумизматического Клуба. Выставка под названием «Августейший Нумизмат Георгий Михайлович. Судьба и Наследие». Это уникальное событие для всего, для всей России, для российских коллекционеров, увлекающихся нумизматикой. И прежде всего, Богдан, вам вопрос. Как родилась эта идея? Все ли удалось реализовать? И кто являлся вашим партнером при ее реализации? Большое спасибо за вопрос. Этот проект в своей реализации насчитывает несколько лет. Дело в том, что впервые, заинтересовавшись темой нумизматического наследия, истоков русской нумизматики, потому что, собственно, мне кажется, всегда, когда мы начинаем что-то новое, а музейное строительство в области нумизматики на данный момент в России – это новое дело, то можно обратиться к истокам. И такими истоками, важнейшим авторитетом в этой области был и остается великий князь Георгий Михайлович. Но легко сказать, потому что материалов о нем, исследований и какого-то оформленной исторической памяти, в общем-то, до последнего времени не было. Мы обнаружили разрозненные архивные фонды, мы обнаружили его труды, издания, но это необходимо было все систематизировать и сделать доступным для широкой публики, чтобы рассказать о нумизматике как науке, о смысле собирания монет, потому что за последние 100-150 лет содержание этого дела, оно, в общем-то, не изменилось. И каждый раз, каждая коллекция – это, с одной стороны, дело очень профессиональное, с другой стороны, почти всегда это научное исследование. И вот это вот просвещенное собирательство, просвещенное созидание – это и было то главное, что нас заинтересовало в фигуре Георгия Михайловича и, собственно, стало фундаментом проекта «Опустейший нумизмат». Кто являлся партнером данной экспозиции, кто помогал вам осуществить эту идею? Ну, первым и, собственно, важнейшим организатором и, в конечном счете, создателем этого проекта, этого музея является Вагит Висухович Олег Первый. Уже в процессе реализации мы обнаружили, что мы не можем обойтись без помощи государства и основным партнером выступил Министерство культуры Российской Федерации. После чего уже экспозиционный проект, издательский проект мы осуществили с неоценимой помощью крупнейших русских музеев – это и Государственный Эрмитаж, это и Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств, Саратовский художественный музей и Самарский прояведческий имени Алабина, а также ряд государственных архивов, где сохранились и, собственно, где бережно сберегли и вот эти вот бесценные свидетельства жизни великого князя Георгия Михайловича, без которых была бы невозможна ни книга, ни выставка, конечно. Ну и, если можно, несколько слов, в экспонатах выставки, что из уникального можно посмотреть, может быть, что-то экспонируется впервые в рамках этой выставки? Практически все экспонаты, представленные на ней, экспонируются впервые. И не стоит думать, что это какие-то проходные монеты или предметы. Дело в том, что в ходе научной работы, посвященной этой выставке, удалось выявить ранее неизвестные комплексы, то есть группы монет, которые когда-то принадлежали Георгию Михайловичу. Удалось показать ценнейшие монеты, золотые монеты, серебряные, медные, нескольких уникальных экземпляров, которые не представлены в постоянных экспозициях музеев, где они хранятся. И, например, такие предметы, как редчайшая первая монета в российской истории, золотник Владимира, который в историческом музее выставляется в целях безопасности в виде копии, и у нас же его можно посмотреть в подлиннике. Поэтому по количеству ранее неэкспонируемых предметов выставка показывает очень хороший результат. Я думаю, практически где-то 70% ранее предметов увидеть было невозможно. — Большое спасибо. Я хотел бы обратиться еще с вопросом к Алексею Николаевичу Алексееву, автору книги «Агустичный нумизмак», и, наверное, поделиться. Алексей Николаевич, я, откровенно говоря, перед встречей практически за один вечер прочитал книгу, и, скажу откровенно, нахожусь под хорошим впечатлением, и прежде всего по той простой причине, что книга сама по себе написана очень простым доступным языком, где великий князь Георгий Михайлович представлен не только страстным коллекционером, человеком, который собрал величайшую коллекцию, который много сделал для сохранения нашего исторического культурного наследия, но и в книге также представлена уникальная его судьба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова